Happy birthday to you! Happy birthday to you! С днём рождения, любимый! Ну что, друзья, спасибо большое! Я всех приветствую, с вами Булкин, добро пожаловать на мой канал, и вот вновь я постарел на один год. И, кстати, самое интересное, что именно здесь же начинался предыдущий новогодний влог, ой, не новогодний, день рожденческий. Вот прямо сейчас мы так вспомним, как я выглядел тогда. 9 января наступило, я стал чуточку старше. Сейчас зарос, потолстел, надо, короче, заниматься собой. Ну, в общем, есть над чем работать, друзья. Я надеюсь, что вы уже приготовили вкусняшку. Всем приятного аппетита, кто кушает, всем приятного просмотра. 9 января 0000, 2023 год начался, ну, начался 9 дней назад, началось в смысле 9 января. И, собственно, сегодня мы будем праздновать мой день рождения. Пока что у мамы в полночь встречаем всё это дело, а что будет дальше, вы сейчас узнаете. Друзья, влог начинается, надеюсь на ваш лайк. Брабус, Брабус, ну, подожди, стоп, как бы, ну, у меня, да, 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 у меня день рождения, спасибо тебе большое. Фу, блин, начало, да, интересно очень. Давайте вот тут прям присяднули. Ой, блин, ой, 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 день рождения уебался. Мой сядький. Ну, смотри, папка стал старше, что скажешь? Ничего есть? Сейчас скажет Брабус, вот он бы, если постригся, тогда, может быть, и ещё, может быть, посидел бы, конечно, с ним. Оля что-то приготовила в комнате, меня не пускает, видимо, там подарки какие-то. Я уже как 7 часов именинник. Давайте просто мы сейчас посмотрим, что там происходит, а завтра я проснусь, ну, как бы, уже там, ну, как бы, в нормальном, адекватном выспавшемся состоянии и всё вам расскажу. Масюнь, заходи. Да. Ой, 37 раз, фу, 37 лет бывает один раз в жизни. Мне больше интересно, когда ты успеваешь, что это, просто, вот, один вопрос. Нет, нет, вот, чтобы вы понимали, ребят, я, как бы, весь день записывал видео в комнате. Как бы, окей, Оля такая, ну, не сходи в спальню, ладно, я записываю, записываю. С днём рождения тебя, любимый мой. Спасибо, Масюнь. Ты мой родной, сладкий мой котёночек. Спасибо большое. Хочу, чтобы ты вот улыбался. Это подарок? Это один из подарков. Как тебе шарики-то? Край, тематик. Эфиг, да. У тебя, нет, просто, как бы, знаете, когда, вот, ну, как бы, женщина, там, моя... Ты займите, я каждый год разные шарики. Я понимаю. Один раз я помню, что-то в стиле Матрица, там, было что-то красно-чёрное. Красно-чёрное, да, чёрно-золотые, по-моему. Я не знаю, мне неловко становится, когда какое-то внимание, мне какие-то слова говорят. И, как бы, каждый раз, вот, просто, вот, 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 за что. Знаете, я, честно вам скажу, я сегодня, когда видосы записывал, там, пока рендерил, что-то ещё. Я смотрел, как я вот тут вот, я, по-моему, был в красном чём-то. Я вот смотрел вот сегодня вот перед этим. Ты меня так же поздравлял. И, во-первых, был у меня, это, друзья, вот, мой прогресс. А, давай, о, можно попробовать ракурс примерно там подобрать сейчас. Вот я точно так же зашёл. У меня там были волосы, типа, вот так вот. Они только начинали отрастать. Это вот у меня сколько отросло, получается. Я ни разу не стригся. И я такой, типа, мне казалось, что был похудее, чем сейчас. Я такой задумался, я думаю, сейчас вот, по-любому, точно что-то в комнате будет сегодня. Я такой, типа, блин, посмотрю, потом сравню и такой, блин, я потолстел. Ладно, я буду работать над собой. Масюнь, ты каждый видео говоришь об этом. Масюнь, ну, ты Масяня. И ты Масяня. Спасибо большое. Я не знаю, я как-то, знаешь, готов в уголочек обстать. Ну, Масюнька. Так, Масюнь, подожди, я тебе сейчас объясню. Так. У тебя два в подарок. Не, ну, даже три, один подарок. Странно, что не шесть. Я просто уже, знаете ли, ну, на Новый год, вы помните, да, ребята, там как бы угарный подарок, полезный подарок, подарок для работы, подарок для учебы, подарок для семейной жизни, подарок для моей личной жизни, подарок еще для чего-то. Да, мне пришло личное письмо, ну, давай оставим его лично. Да, но это лично, это чисто для тебя, в плане того, что... Там было письмо, ну, да. Первый раз в жизни я писала письмо, и вот, очень волнительно, наверное, там куча ошибок. Ну, ладно, это не важно, короче, это было искренне. Так, это первый подарочек. Как ты думаешь, что там? Ну, это легкое что-то, я не знаю. Я понятен не... Конфетка. Ты мне каждая, вот, на самом деле, вот на видосах, я тоже пересматривал, каждый раз, типа, я такой, типа, не знаю, а потом такой открываю, такой, аааа, так так и получается. Потому что она, вот что вы понимали, ребят, на Новый год, на день рождения, она начинает там с лета что-то спрашивать, меня как-то между разговорами что-то получается, такой, ну, я помню, что это было. А еще я хочу, чтобы что-то было. Нет, я просто это не могу вспомнить сразу. Я не знаю, что, но это что-то легкое. Ааа, я понял, что это. Что? Я понял. Ну, учитывая, что это, скорее всего, вот так запакованное, это то, что мы думали. Мне кажется, да, и по весу подходит. Давайте я честно скажу, это оно или нет. Или сразу сказать. Ребятам, нет, давай распаковывай, ребятам тоже интересно, давай распаковывай, если ты догадался, ну, ребята, ты не поверишься? Ну, ребята же не поверят, если я сейчас скажу, такой, типа, открою, такой, ааа, это то, о чем я думал. Короче, это было, когда мы были на Егоре? Да. Я угадал, значит. На самом деле, реально оно. Просто это и по весу подходит, и... Так. Это вот тут оно. Так, тут раз, два. Надо убедиться, ребят, надо убедиться. Аккуратно. Сейчас, давай вот это вот. Не, просто, да, вот раскрывай, раскрывай, просто вот так раскручивать. Ну, по-моему, это оно, так, подожди. Я просто... Аккуратно. Пока непонятно, подожди. Просто провода какие-то непонятные. Пока просто провода. Ну, по-моему, это все-таки оно, если я правильно понимаю. Да. Масюня. Ребят, это мой новый компьютер. Собственно, завтра такой будет. Здорово, здорово, дорогие друзья. Масюнь. Это было очень сложно. Я понимаю. Я просто тоже изучал этот вопрос, честно. Вот где-то, наверное, в октябре. Это очень полезная штука. Я знаю, что тебе она... Ну, это тебе она пригодится. Ты будешь очень рад. Ты будешь ей пользоваться. И тебе будет очень удобно. Ребят, давайте так. Вот сейчас четыре варианта ответов. Что это? Первое. Электронная книжка. Второе. GPS-навигатор. Третье. Компьютер для моей М2, который показывает всякую полезную информацию. Либо четвертое. Это... Видеорегистратор. Видеорегистратор, да. Друзья, эта штука устанавливается в дефлектор BMW. И она очень полезная, потому что она показывает температуру масла, температуру пуска, температуру выпуска, температура всего, что можно. Надув, можно через нее настраивать быстро все. И это очень полезный экран, который я увидел как-то у кого-то еще года четыре назад, когда у меня не было М2 на Е92 у чувака. И я такой думаю, блин, у меня будет BMW, если она будет на стейже, мне точно эта штука нужна, потому что... А еще... А еще... Индивидуально для тебя любимый мой гляденький. Что это? Сделали. Вот что. Там так будет? Да. Мой сегодня. Мой сегодня. Не, ну вот это я понимаю. Представляете, вот реально девушка дарит, ну как бы казалось бы, да, вот типа вот... Мой сегодня аккуратненько там... Поэтому будем ставить обязательно уже в сезон. Это реально крутая вещь. Вот тебе второй подарок. Он едет к тебе. Ну хорошо. Тоже вставим фотографии, покажем. Зачем так много? Для М2 и для матрешечки. Ну зачем так много-то, я не понимаю. Ты мне на Новый год подарила 9 дней назад. Вот что очень невыгодно, да, когда день рождения подряд птичешься с Новым годом. Я, ну, и хотела сделать тебе, во-первых, приятной. Я знаю, что, во-первых, тебе будет полезна эта штука в М2. Ну это очень полезно. А во-вторых, я знаю то, что у тебя, ну, стоит там в матрешке, ну, не очень, как бы, руль. А я решила тебе сделать приятно, чтобы тебе было сейчас сезон плюс. И, как бы, ну, момент, то, что можно подарить. Это, я не успел посмотреть. Это Момо, да, получается? Да, это оригинальный Момо. В общем, ребят, ну, конечно, это прям, знаете, это на самом деле такие прям суперполезные ништяки для моих машин. Не знаю, мне с каждым годом кажется, что, типа, вот, мне как-то неловко, наоборот. Вроде я, вроде, да, вот должен привыкнуть. Ну, типа, не привыкнуть, но, типа, ты получаешь подарок, ты понимаешь, что будет сюрприз. Но у меня это работает как будто в другую сторону. Такой, типа, за что, за что, за что. Спасибо тебе большое. Это как-то много, я не знаю. За машину много. А руль, типа, потом будет или что? Руль едет. Ой! Говори. Я нормально вы... Да, нормально. Или суперхуёв. Нет, давай, у меня есть две стадии, суперхуёв и хуёв. Сейчас хуёв или суперхуёв? Нормально. А, да, тебя же не видно было еще. Ой, покажи хуебесиком. Это звучало странно, друзья, но, чтобы вы понимали, это... Вот это, короче, появилось в нашей жизни. Она с этим спит. А мне удобно вот такую вот руку на него класть, вот такую. И, короче, я его... Оля попросила назвать его как-то, я назвал его хуебесиком. И он теперь хуебесик. Потому что он на него бесит. Не, не, нормальный пацан. Он занял нашу... Ну, такое, как бы, ну, такое, знаете, вот... Он между нами! Ну, бывает, нет, смотрите, бывают пацаны, типа, ну, типа, норм, и бывают такие, ну, типа, на полшишки. Вот это на полшишки. Он, 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 он ревнует меня. Давай так. Ты сейчас идешь туда, ну, что-нибудь там, меняешь свой облик, и мы с тобой засыпаем. Ладно. Давай. Спасибо, Тимасин. Ну, реально, спасибо. Я сейчас с пацанами тут и говорю, нам у нас секретики свои. Ребят, в общем, ситуация. Это он там что-то, видимо, это самое. Ну, может быть, про лайки, может быть, не про лайки, не знаю. В общем, ребят, я очень рад, что... Я очень рад, что, знаете, конечно, безусловно, рад, что для меня вот делает Оля близкие мои. И вы еще увидите в этом видосе много чего, потому что завтра будет празднование. Мы об этом поговорим уже, когда я проснусь. Еще завтра стрим, естественно, традиционный, 9 января. Но я хочу сказать в этот момент большое спасибо вам за то, что вы, наверное, может быть, первый раз, может быть, уже второй, может быть, третий, а может быть, вообще уже больше, чем третий раз включили видео, где, ну, фигурирует название День рождения Булкина, потому что с недавней традиции, ну, относительно недавней традиции, да, мы уже как бы решили каждый влог снимать, когда у меня проходит День рождения. Спасибо каждому из вас за поздравления. Вот как бы сейчас уже 7 утра, я за вот эти 7 часов получил огромное количество поздравлений в комментариях на Ютубе. Как раз сегодня, ну, вчера, получается, вечером вышел видос, где я получил очередную, ну, порцию, это грубо как-то звучит, очередное, очередное большое количество поздравлений, и я ценю каждого из вас, спасибо вам, что вот поздравили меня там в Телеграме, в моем Телеграм-канале, в комментариях, в комментариях на Ютубе, вот опять же, видос на Драйве вышел, сегодня видосы вы вышли, естественно, на основном канале. Ребят, хотелось бы каждого, знаете, вот каждого, кто смотрит это, просто обнять. Ну, в общем, друзья, я просто хочу мысленно вот протянуть эту руку, давайте вот, я понимаю, это глупо, это вот сейчас, типа, скажете, типа, что ты делаешь, Саня? Спасибо. Ребят, давайте переместимся в следующий день. Спасибо Оле за подарки. Спасибо вам за то, что вы со мной. Спасибо, в принципе, за все. Перемещаемся в день, когда я проснулся. 9 января. Так, ну что, друзья, все. Немножечко поспал, немножечко добрался сил, и, собственно говоря, сейчас, естественно, по традиции, как и на Новый год, так и на день рождения, я устраиваю стрим праздничный, где всех всегда рад видеть. Собственно, время сейчас, сколько, по-моему, около шести часов вечера по Москве, и, соответственно, вот уже все готово, друзья. Вот тут вот у нас вот такое вот, вот тут вот у нас уже чатик летит, и, собственно говоря, сейчас вот готовлюсь, проверяю все, все четенько, все это, чики-пуки было. Давайте поступим так. Сейчас, короче, я провожу трансляцию, и, собственно, потом уже по факту, как трансляцию закончу, расскажу вам, что да как. Но, друзья, перед тем, как я сейчас начну трансляцию, хотелось бы вот для вас проинформировать насчет своей телеги. В очередной раз, собственно говоря, про нее рассказать, чтобы быть вот реально в курсе всех новостей, всех анонсов и так далее, друзья. Вот тут вот красивенько выскакивает, можете прям QR-кодик вот этот прям считать, но если нет возможности, то просто по ссылочке в описании подписаться, и всегда все вот, 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 что происходит, в этот же момент будете знать. Там кружочки я эти записываю, значит, фото, видео, анонсы, новости, обсуждения, мы всегда все там вот вместе с вами общаемся, размышляем по каким-то вопросам, вот это вот все. Поэтому, чтобы быть в курсе, подпишись на телегу. Ну и, друзья, мысли вслух, мысли вслух, сейчас, короче, вот, ну, будет Форза, ну, потому что классика, и тем более у меня так начался год, что я тут, у меня проблемы некие вышибали, и хочется как бы сегодня повышибалить по полной программе в свой день рождения. Была мысль постримить на GTA 5 RP, я очень давно, на самом деле, не стримил там, и как вот вы считаете, может быть, стоит устроить какой-нибудь отдельный стрим, потому что у нас же сейчас теперь там банда своя, ну, типа, своя семья даже так. Можно выразиться. Вот, большая, которая с каждым днем растет, и может быть, какой-то там придумать МП-шку совместную, либо еще что-то. Создатели проекта не так давно специально создали для меня и моих зрителей отдельный сервер, который называется Del Piero, и, собственно говоря, там мы можем, так сказать, дышать свободно, потому что до этого я играл на первом сервере под названием Downtown, и там, ну, это самый первый сервер, там постоянно очереди, вот это вот все. На Del Piero попросторнее, более ламповая атмосфера, свежий сервер, и, в общем-то, всех, на самом деле, приглашаю, и вот напишите по поводу стрима, может быть, что-то вместе совместное замутим, вот, в ближайшее время, в январе, там, может быть, почему бы и нет, и, может быть, вообще, в принципе, на постоянке иногда стримить GTA 5 RP. В общем, напишите свою мысль, а так всех жду, присоединяйтесь, все ссылочки есть в описании, как начать играть, и там же оставлю дискорд-канал, у нас есть отдельный дискорд-канал нашей семьи, где мы там что-то мутим, что-то как-то, вот, ну, поэтому вступайте, будем рады всех видеть. Все ссылочки в описании. Ну, а сегодня все-таки по классике Forza, опять же, к сожалению, или к счастью, я уже не знаю, у нас одной стороны вроде приятно, но уже, знаете, традиции, я всегда рад отмечать вместе с вами, потому что, блин, вы моя жизнь, и в любом случае, я там поспал мало или там что-то куда-то тороплюсь, я хоть чуть-чуть, но традицию надо сохранить, поэтому стрим будет, вот, но другое дело, что нам нужно уже, там, к 9 часам быть в другом месте через 3 часа, поэтому нужно успеть постримить, там, не знаю, сходить в душ, подготовиться, одеться, вот, поэтому, ну, все, успеем, я думаю, все, ребят, уже тут, ребята, это самое, вот, уже фишка фирменная стрима, полетели города, сейчас надо врываться в эфир, поэтому, друзья, сейчас проведу стримчанский и вернусь, расскажу, что будет происходить дальше. А у меня, кстати, вот такая вот атмосфера в комнате. Кайф. Все, погнали на стрим. Короче, пацаны, мы тут стримим. Ребят, ну, давайте, ну, подожмите в чате, реально, подожмите в чате, потому что прямо сейчас у вас есть возможность, так сказать, ну, вы и так вошли в историю, потому что запись стрима будет, но давайте еще во влог, вот, прям сейчас, через 3 секунды навожу камеру на чат, и я вижу, как красиво летят города, друзья, я просто только что начал стрим. Ну что? Вот она, вот она, вот она, красавчики, ну, вот они, понимаете, сегодня решили просто-напросто заглянуть на стрим, ну, ребят, от всей души, вот, ну, вот, ну, вот, вот, вот. А, кстати, мне интересно, будет такое же по-любому, что те, кто был на стриме, будут смотреть влог? Ну, конечно, будет. Ребят, ну-ка, давайте вот те, кто, ребят, сейчас, секундочку, я с пацанами поговорю из будущего, получается. Пацаны, давайте так, кто был на стриме, напишите хэштег подведу, не вы, не, вы, может, не писать, не надо, я все вижу и так. Вот кто смотрит это на стрим, запись, ну, в смысле, ну, короче, влог, напишите, пожалуйста, хэштег был на стриме, ну, просто вот ради статистики, да? Нормально же, ну, как потом подведем, как бы вот это вот все, сопоставим, нормально? Короче, ребят, тара-та-та-та-та-та-та. Все, мы это самое, сейчас, ну, надо с пацанами, ну, в смысле, с вами только там, ну, из прошлого, короче, вы поняли, да, вот, синхронизация времен. Я к вам вернусь, а к вам возвращаюсь. Ребят, ну, происходит примерно вот такая ситуация, а еще примерно, знаете, какая ситуация происходит? Вот такая вот, это нормально вообще? Саня Мыскин! А с чего, ребят, понимаете, вот прямо сейчас снимаю для влога, короче, у меня погас экран, и синдикат мне отправил тут донатик и поздравляет, и, блядь, почему у меня все через жопу? Вот только один вопрос, я сейчас хотел красиво выиграть, хотел красиво вот это вот, думаю, сейчас вот тут появится вот это, я охуею, потому что я уже успел охуеть. Так, в общем, друзья, ситуация, стрим закончился, я сейчас успел сгонять душ, собраться, Оля сейчас собирается, я сейчас собираюсь. Короче, сейчас мы по пути вам расскажем, куда мы в итоге едем, что там получается, вообще, что сегодня происходить будет. Но сейчас мы ждем Ярика, Кирилла Ташиния и Кирилла, который Карвалол, ну, который Кирвел, который, короче, из Москвы, вот, который мы скилл-тесты снимаем, он тоже приехал на мой день рождения в Питер. И они хотят втроем, я так понимаю, привезти какой-то подарок, хотя нам надо уже мчать, короче, вот они, говорят, вот-вот подъезжают, и надо что-то домой занести, что ли, я не знаю. Короче, сейчас будем их встречать, а потом мчим кое-куда. Да, сейчас все расскажу. Ник-оператор. Поставили именинника в угол на свой же день рождения. А, ты тут? А я могу к тебе? Так, здравствуйте. Привет. А, спасибо большое. Короче, ребят, что вы понимали, ну, я вот тут просто отражение, я не смотрю туда. Короче, они сказали мне встать в угол, не смотреть, они что-то заносят к елке. Там много, что ли? Так, неожиданно и приятно. Я, во-первых, не знал, что все будут, я думал, Ярик. Привет всем. Привет. Что, поворачиваться? Можешь поворачиваться, кого не поймешь еще. Короче. Мы говорим с адресатом от всех. Так, так пойдем туда, может? Подожди, давайте все вместе. Походу, не очень написано. Ну, так много человек в доме не было еще ни разу. Там четыре подарочка, а это все от нас всех с командой, получается, кто здесь есть. Плюс еще Мишка Ницин, наш айфанский друг. Вот, дистанционно. Дистанционно, да. Короче, три подарка тебе точно понравится, один, один. Не понравится, но он должен понравиться, потом. Почему не понравится? Потом поймешь. Ладно. А это во все... Подожди, так в итоге я не понял, это отсек? Вообще, отсек, отсек, отсек. Раз, два, три, четыре, пять и Мишка. Шесть. Ну что ж, а ты знаешь, что там? Да. А, ну зашубись. Тебе еще надо угадать. Так, палас, какая-то палка, дохлая мышь, чихонь. А если там не чихонь? А, вот, я уже понял, все. Давай какую-то палку, она самая большая. Похоже, он на штатив. Сейчас Брабус оценю. Что-то вы меня засмущали, так много людей. Должно быть, Апалет. 360 вижу, надпись. Это, типа, короче, крепится на стол. Тоже самое, что у тебя, так и много больше. Я просто, когда еще свой микрофон ставил, я на самом деле временную, вообще какую-то рандомную купил, и она у меня стоит. Мне как бы, если работает, значит, что бить. Ну, наверное, такая-то такая. Не очень. А, бум прям. Спасибо. Так, ну это реально, да. Ну тут только палка, а то мало, что-то сейчас не увижу. Так, отлично, это точно нужно. Апгрейд пошел, девайсов. Так, ну вот это вот. Это то, что мне... Ты сказал, вот то, что ты сказал, да? Короче, объясню, просто объясню. Чихони – это клавиатура, которая мне больше всех нравится. Это клавиатура, которая стоила в последний раз. Она у меня была в году, наверное, в 13-м. Она стоила, тогда, рублей 70 или 100. Я считаю, это самая идеальная клавиатура. Самая удобная для геймеров и вообще, типа, самый топ. Рекомендуешь? А? Рекомендуешь? Не, реально, она не продается, прикинь. Я хотел, когда моя сдохнет, думаю, купить. Но, видимо, молодое поколение меня хочет пересадить на что-то. Я не разбираюсь с них, поэтому... Я просто от Ярика слышал, сколько это все стоит геймерское. Я как бы поэтому их отбоюсь. Тут в Кашине что-то писал, похоже. Он ее иероглифы. Он любит... Так. Скорее, если вы сейчас зрители поймут, а я не пойму. Вар Милу. Это механика? Но это самое тихое, которое возможно... Был робот. Ха-ха-ха-ха. Вот это, блядь, минус. Короче, самое тихое, которое может быть, поэтому у тебя не будет там щелчков и так далее. Это правда, что ли? Это правда. Хорошо. Просто мне все время кажется, что там будут задержки. Сейчас расскажите или лучше потом? Да, вы сразу. Мне вообще-то руки трясутся, как будто я выступаю, знаешь, на утренниках у меня все смотрят, стоят. Дохлая мышь мне большая... А! А-а-а-а! Все проще, чем кажется. Так, опа. Тихо. Так, ну посмотрим. Красота. Апгрейд девайс произошел на день рождения. Я только голову помыл, я только высушил, у меня на голове начался чупакабрик, да, полный? Нормально. Нормально? Нормально. А белая? Слушай. Э-э-э. Так. Что-то вы это сегодня прям это... В этом году решили меня... Побаловать слишком сильно, мне кажется, да? Чигаси. Не, ни хрена. О-о-о! Не, вот это респект. Это прям реально чихони. Это знаешь, типа... Это ты, короче, чихони была белая. Это чихони после двух лет использования. Это чихони после пяти лет. У меня она реально примерно на таком состоянии. Бля, вот это респект. Она прям реально белоснежная, как старый добрый... Тыкай. Видишь, что-то тихает. А где нумпадик? Ну, а будешь... Это купать надо? Не, ну... Так, а тут же, по-моему, есть, нет? А, тут еще иероглифы. Что? Тошли, не... Тошли, не... Ты, 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 ты... Японский и английский. Лучше учить английский или японский. Так, ребят, ну это, короче, такой, знаете, подарок на будущее. То есть, когда я выучу японский или китайский, я не знаю. Японский будет. Короче, привыкнешь этому, когда привыкнешь, будет хайп. А то чихонья, чихонья... Не, ну чихонья, это вообще тема, реально. Так, ну это я так понял, что связано. И она, кстати, еще не дохлая, она нормальная. Она только там не работает. Не такая, как у меня? Нет? А какая? Такая же, как у всех, у Оли и у... Ё-о-о. Это тоже придется привыкать, что она беспроводная. Раз, две недели подзарядить надо. Ну, в общем, тут, да, на самом деле, я просто про это в курсе, потому что Оля себе прикупила такую мышку, наверное, когда осенью. Ты раньше, да, по-моему? Вот, и что-то все говорят, что она, типа, чудесно-чудесно. У нас соль и белая, а тебе точно потому что белого не надо, поэтому... Да, ну точно не надо. Спасибо. Ну, что-то вы это, жирно как-то, нет? Ну, это я думал, что тебе тоже приведет. Кто думал, что... Палас. Палас, что это может быть? Ну, вряд ли, да, коврик для мышки. Такой, который разворачивается вот такой вот. Ну, мне кажется, что... У меня есть догадки, что это, наверное, хромакей какой-нибудь. Типа, в офис мы... Я просто помню, что мы в офис обсуждали, что надо, типа, там, красивую рекламу снимать. Подожди, ну а для чего еще ковр можно? Ну, это же для мышки. Для мышки? Ну, а ты думал... Палас? У всех геймеров такой? А, может, это, типа, что многие не потели? Володежь. Я не знаю, кто у вас в этих колонках. Так, подожди, ну это реально ковр, а для чего он такой? Ну, для мышки только, коврик. Для мышки. Да какой для мышки, вы че? Для мышки. Так у меня стола такого нет. Есть стол. Я реально понять не могу. Может, чтобы педали не стоят, не колесили? Да, у меня нет. Для мышки. Это под клавиатуру еще входит. Че? Я серьезно? Другой стороной. Это, наверное, это... Другой, другой стороной. Это... Да чего пиздить, это накидка, чтобы жарко в тачке не было. Или че? Ну, типа, когда зло, бобоя. Это эво-коврик, знаешь, что, когда стекает вся грязь. Это реально коврик для стола? Ну да. Это реально коврик для стола. Поразило больше всего то, что и самое пустое. Я первый раз такое вижу. Сидит. Понимаю. Да вы троллите, это я не поверю. Нет, нет, реально коврик для мышки. Коврик для мышки. Такие бывают? Конечно. Я думал, реально лабаш, типа, от жары же, фольгу такую делают. Это, типа, я думал, как-нибудь дякую. Ну ладно, для этого я слишком стар, видимо. Слишком много обновок оборудования. Надо сейчас... А, вот что-то хотел на второй этаж нанести. Так, ладно, сейчас мы это все занесем. Спасибо большое. Дайте я всех обниму. Поцелую в пупочек там. Спасибо. 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 Ну все, в общем, что? Нас же вообще ждут, да, по-моему? В надом часть. Реально, спасибо пацанам. Это апгрейд того, что мне необходимо каждый день. Заносим наверх и едем кое-куда. Поехали. Ну что, дорогие друзья, мы едем в картинг. Да, вот так вот получилось. Наверное, мне все-таки лучше камеру на себя развернуть. Пацаны. Здорово. Тоже с каким-то коробочками. Смотри, семьей. Ну да. А, стоп. Это Ташини, а это Кирвел. Вот. Это Корвалол, который скилл-тестер. А вот это Ташини, который монтажер. Это так, на будущее, чтобы... Первая жизнь их будет сместить. Да, 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 кстати. Короче, что происходит? Оля в этот раз решила поступить максимально... Вообще четенько, потому что она знает, что... Вот, ну, как бы я вообще не люблю отмечать вот это все. Я как бы мне в кайф там собраться. Прям в супер узком, близком кругу. Там что-нибудь там посидеть, поболтать. И вот она как бы... Ну, мы там еще летом разговаривали. Типа, что-то как. Она там разведывала обстановку. Я говорю, я не знаю. Вот надо дожить, во-первых, до дня рождения. Это моя фирменная штука, о которой я говорю. Ну, по факту так и есть. И, короче, Оля решила меня напрямую просто спросить. Она придумала и сказала, типа, ну, спросила у меня нормально. Я говорю, ну, конечно, нормально, прикольная идея. Короче, я знаю, что это просто в этот раз, конкретно сегодняшний, в этот год, в этот день рождения. Она предложила, в общем, устроить пати, тусовочку. Зарубу, да. И посиделочки в картинге. Потому что мы для себя открыли довольно поздно. Ну, вообще, у нас Blackstar картинг давно открылся. И, короче, мы сходили, нам понравилось. Вот, Оля предложила, типа, что, если всем собраться, покататься. Вот, мы связались уже, соответственно, с ребятами из Blackstar. Сказали, вот, сегодня вечерочек. Они для нас выделят трек, там, помещение. Мы посидим, покатаемся. Но мы, в принципе... А, ну, Кирилл... А, мы как школьники, кстати. У нас там будет пицца. Да, да, да. А роллы... Прямо как будто 7 лет отмечали. Мы же приехали, припарковали. Сейчас надо еще дотащить все. А Павлунти сегодня у нас на Иксе. А еще мы сейчас их поздравим с Новым Годом, потому что... Да, кстати, вот. Мы туда... Паша приезжали, посмотрел новогодний влог. Павлунтий. Здравствуйте. Привет. У меня как... Как с тобой поздорово? Давай через камеру. Что ты сегодня на БМВ? Да. С Новым Годом. Да, кстати, с Новым Годом. Сейчас мы это... Подарочки. Ладно, в общем, друзья, надо все это дотащить. Мы сейчас дотащим и потом включимся. Это же Саня. Мы должны успеть. Мы не просто так. Давай, 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 давай. Здравствуйте. А, ты тут уже? Блин, а я только включил. Повезло. Только включил. Не понадобилось в итоге. Опа, а тут музыка, оказывается. А, вы это? Да, музыка это плохо. Просто громче надо говорить, перебивать, и все будет нормально. Короче, мы пришли в Blackstar Karting. Привет, привет, привет. Ого. Тут апартаменты-то. Я не знаю, куда мне сесть, я всех слышу, я все не знаю. Так нормально? Пока. Просто еще... А вы там нормально за чувствуете? Ну, не знаю, я стесняюсь с Пашей сидеть, потому что он променял, ну, ты его разъединил с женщиной. А сейчас слайд из-за женщин. Я решил, что так будет лучше, я не знаю. Блин, реально, это был бы самый крутой подарок для меня, это печень. Настоящий? Ну, хорошо. Причем, чтобы ее можно было вытащить, старую, но... Слапнуть? Да, слапнуть. Здравствуйте, это... да. Бери камеру, не засоряй. Не надо. Так, а карточку засоряй, а это парень. Ты никто снимаешь, знаешь, никто снимаешь, вот надо вот туда снимать. Человека вот надо снимать, не меня. Реально? Да, вот его. Сань, расскажи что-нибудь интересное. Короче, сейчас каждый... Кто-то говорит имя, а кто-то говорит ник. То есть, мы определяем, кто креативный, а кто, как бы, это... Пересвет. Получается, Жужун, Ташини, Доминик. Тут отсутствует креатив, я так понимаю. Просто Артем. Я сразу не понял, что мы все по никам поменяли. Тут Кервейл. А ты что, будет GTX, назовем? О! Кстати, а это идея. Так это я придумал. Может реально твою? Таш, как записать? Давай. Блин, вот хороший. Реально так? Давай, давай, давай. Постаринца. Это, это, короче, а многие, кто понял, тот понял, как говорится, да, наверное? Но я думаю, все помнят. Все помнят, я думаю. Включите в комментариях, как вы думаете. Вот это вот МЛС тряхнем стариной сейчас. Все, все, да, зарегистрировались в Тобом? Вот так вот волос. Отлично. Короче, я думаю, что мы как покатаемся, пофанимся все вместе, так и с кем-то персонально зарубимся. У нас, прежде всего, все время с Леней какие-то гоночные штуки. Мы что на треке на Егоре, что раньше ходили на картинг на бензиновый. И зарубимся здесь. Мы здесь с Леней не зарубались. Мы как бы угораем прям по этим цифрам. Будем соревновать. Не по буквам. Я не понял. Ну ты сказал, угораете по цифрам, но не по буквам. Ясно. Ничто я не поддержал. Нет, ну хорошо, что он хотя бы шутит сегодня. Ну все, пока тогда. Давай. А, погоди. Ура. Сок какой-то горький оказался. Короче, у нас небольшой проеб. Я заказал больше пиц, чем надо на меньше роллов. Получается, скажи, когда мы гонять поедем. Сейчас покушаем, поедем. Теперь вы знаете в лицо того человека, который вас снимает. Здравствуйте. Это сейчас распаковать? Да. Ну вообще, все совпадения случайно насчет вот этого BMW? Спасибо большое. Так распаковать, правильно? Да. Так, ну по весу такое прям прилично. Блин. Ни хуя себе. Подожди, а у меня же первая будет, получается. Я не знаю. У меня же нет. Ты знаешь это? Охренеть. Короче, ребят, видосов не будет где-то в месяц. Я теперь буду. Спасибо большое. Я, кстати, просто у Паши у тебя, по-моему, все тачки, да, вот собраны? Ну почти. Почти вся коллекция. Мы даже, по-моему, в каком-то видосе показывали. Я смотрю, думаю, блин, сколько же это надо потратить времени. Вот теперь сам узнаю BMW M1000RR. Короче, это, видимо, навек, что надо будет открывать на этот сезон. Спасибо большое. Саня, с днем рождения. Ого, это вы прятали под столом. Спасибо. Необязательно сейчас распаковывать, просто там вещи, которые у тебя нет. Ну если хочешь, можешь сейчас. И все. Ничего такого. Уважаемому Слойкину от Вячеславки и Александровича. Чего? А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Ну это полезная штука. Это полезная штука. Дуделка. Ой, я раньше времени открыл. Раньше времени, по-моему, открыл. Я думал, то же самое. В другом виде. Толщи... 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 Толщиномер. Ты сможешь узнавать свою дюйму, короче. Ну, кстати, да. А это в дюймах или в дюймах? В сантиметрах. Спасибо. Так, и это что такое? Это просто как обычно на стол положим. Imaginarium. Это игра типа настольная? Да, просто на стол положим. Спасибо большое. Она классная. Мы и так на новогодних изучали одну игру, которую нам подарили. Спасибо. А, пока как раз-таки, короче, Леня подарил мне тоже подарок уже. Вот, но он это мне лично уже сообщил, видимо, ну, не знаю, может, постынялся про всех. Я ему очень сильно благодаря, но, друзья, вы даже не представляете, что там. Я вам смогу это показать, наверное, может быть, ближе к весне. Короче, это будет некий новый уровень для меня. То есть это подарок, который, может быть, откроет во мне что-то новое. То, что я давно хотел. Хотел бы намекни. Ну, блин, ну это типа немножко то направление, в котором вы меня не знаете, но мне хотелось бы себя попробовать. Может быть, более конкретно немножко? Ну, хотя бы что-то. Ну, блин, ну кто-то понял, наверное. Ну, короче, у меня есть 10 лет уже как один набросок существует. И Леня поможет мне это все реализовать, чтобы вы это услышали. Опа. Серьезно. Услышали, да. Вот, поэтому, ребят, дайте время, мы там все подготовим. Надеюсь, все получится, вот, и вам на оценочку. Но это, прежде всего, я хочу. Это не в плане контента или там развивать себя реально в другой отрасли. Это просто мне хочется это сделать, чтобы вот на память, не знаю, может, кому-то понравится. Так, вот тот. Платином, да, на выездки. Короче, если ты потом со мной просто подъедем, мы с тобой стартанем первыми. Ну что, а ты тоже есть? Да. Хороший. 41-й. 44-й. Протем 40-й. 42-й. 46-й. Погнал, 50-й. Лево. 43-й. Саша. 48-й. Ну и у тебя 45-й. Здравствуйте. У меня мотня, а у меня ты видел, что есть? Ну-ка. Штробы? Это комка. Отмаргивать их будет? Да, да. Здравствуйте. Я не видел, что там, как по времени. В втором месте? У меня есть такое. Пойдем распечатку возьмем, красава. Распечатку возьмем, посмотрим, что там. Что, Ярик, скажешь? Мне не понравилось вообще, потому что я, блядь, очень хреново приехал. Не знаю, очень плохо. Я первый раз проехал, это охуенно было. Я там так боком делал. Это охуенно, но я проехал очень не последний хотя бы. А, Лолу, как ты? Вообще охуенно. Ты первый раз, да? Что, Карвалол? Ну, Керуэл, Карвалол. Ну, у меня прическа будет бедана. Я так боком раздал. Боком, да. Ну, боком я уже под конец, когда зацеп пропал. Где распечатка? Нам нужна распечатка. Ты, Доминик и Леня. Ты четвертая? Да, я четвертая. А Леня третья, да? Кто второй? Доминик. Короче, мой конкурент Леня. Мне надо Леню. Как Доминик? Леня. Леня, напаси. Пару комментариев. Медленно? Я устал. Устал просто? Да. У тебя Доминик объехал. Пару комментариев. Да я видел, что он объехал. Молодец. Хорошо. А я только не видел, насколько она сильна. Но ты же первый раз здесь? Я сам еще. Нет, что я не первый раз. А, да? С тобой зарубимся, да? Зарубимся, да. Итак. Первый Bullitt GTX у меня. А, ну вот проще. Так, смотри. 51 899, Доминик 51. Чего? Подожди, что? Я на последнем месте. Я лошара, тупо. Так это первый с конца. Нет, я старался. Что такое? Ты знаешь, сколько у тебя? Ну. У меня 51 899, у Доминика 51 898. Ебать. 0,01 секунды у нас разница с тобой. А, да? Ну, нормально. Доминик надо... Ебать. Подожди, дальше идет... Правильно же я посмотрел? А, нет, 53 у тебя 898. А, расстроил сразу. 2 секунды. Потом идет Леня 54 376, потом Пингвин 54 817, Паша 55 152, Жужун 55 255, Женя 55 549, Саша. Кто ты, Саша? Девочка, Саша. А, фу, точно. Я же думал, да. Саша 57, 154, Артем 57 201. Кируэл 58 и Славик 59. Я выиграл в конце. Я выиграл с конца, это очень круто. Слушай, ну прикольно. Короче, у нас получается, да, вот 51 я, 53, 54 уже вот Доминик, Леня и Оля. Короче, у меня конкуренты, да. Мне надо Леню, потом тебя, Доминик. Чиганов водит, да? А потом Саня. Чиганов водит. Или Саню не надо, не понял. Чья жена? Девушка. Молодец. Короче, класс, супер. Сейчас еще посидим, покушаем и... Сейчас вроде разобьемся на две группы, да, на какие-то? Да, сейчас, чтобы такого прям мяса не было, наверное, ну те, кто едет, ну условно, вот сейчас квалификация у вас была. То есть, наверное, по 5 человек. То есть, 5 человек, которые едут так себе, 5 человек, которые едут... Не, я буду на двойном карте снимать вас. А, ну да, Доминик, видите, еще жертвует одной покатушкой и буду сейчас снимать кадры красивые. Вот, а потом мы с Леней зарубимся, еще покатаемся. Короче, нормально. Прям кайфово. Да, на катаре. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, чуть получше, но в целом плохо. Плохо? Ну, 56 секунд. Ты ездил сейчас? Да, 56 тоже. 56? Леня, а ты как в этот раз проехал? Вот там цифрыки видны. У меня в глаз резина попала. Вот, у меня тоже залетала, кстати. У меня тоже залетала. У меня тоже залетала. Я не понял, резина это не резина. 0,53 это лучше, чем в первый раз или хуже? У меня карта сейчас была лучше, чем в первый. А у Саши хуже она была. Я хочу сейчас сесть специально не на серебристку. Ну, типа, чтобы... И Леня не думал, что он быстрее. А сейчас кто будет в заезде? Я Оль, Ярик, Кирилл, Тошини. И Леня тоже говорит, у него сейчас карта была хуже под отзывом. Все, проходи. Комета. Комета, это что? Леня, не комета, отклеим. Отклеим. Опять скажем, что у меня читерский карта. Ой. Так, ну вроде уместил. Ну, погнали. Хотя по ощущениям, как будто он реально не такой быстрый. Сейчас посмотрим. Попробуем здесь. Нет, надо там проходить. Я думал, что там все попозься. Блин, у него зацепка, как будто другой. Да, блин. Подрываются, ты я. Короче, я не понимаю пока. Ого. Зацепка нет. Ого. Да, я забыл уже, как вам. Зацеп, конечно, отсутствует. Бля, нихуя он боком валит. Бля, что вообще открутилось-то, а? Он боком, как бы, валить у меня. Мне вообще зацеп отсутствует. Все. Ну, короче, по мощности, не знаю, не скажу, что прям какая-то разница ощущается. Рекорпорация, да, по-другому. По шинам, короче, вот оказалось, что... А не типа зацеп, вот как раз хотелось стукать один знаковый или нет? Вот этот хуже, чем... У меня прям очень скользко было. Сейчас скользко было, да. Я проехал... Серебристый. Скажи или нет. Больше, чем на полсекунды хуже. Хуже? И что, быстрее? Потому что у меня не понравился зацеп. Зацеп был действительно плохой, да? Поэтому, в принципе, ну, полсекунды, я считаю, что здесь из-за зацепа, значит, тот серебристый, ну, такой же. Только там резина была получше чуть-чуть. Ну, на платинуме прикольно, на серебристом, потому что у него прям по зацепу хорошо все. Мне понравилось. Ну, и рекорпорация, наверное, просто тоже по-другому. Ну, это дело привычки, скорее. Кук. Надо передохнуть. Сейчас какой-то заезд будет, да, общий? Сейчас будет общий заезд, типа, по результатам квалификации. Платинум. Повезло. Просто 39. Серьезно? Мне кажется, мне так в жизни не зло. Ни разу. Давай, давай. Попробуй. Я тоже, да. 50. На Джонни Комета тебе? На Джонни Комета мне не особо говорил. 48. Стоп, у 50 полноценный уровень? А, нет. Жалко. 48. Ура, а не 41. А у кого-нибудь есть 45-й? Котольный. 40, а, да? Это самое лучшее, если что. Я на нем первый раз, по-моему, катался. Мне очень понравилось. Сейчас заезд, Леня на Платину. Ну, тут будет борьба жесткая сейчас. Ну, да. Не, ну, Леня на Платину уже не обогнал меня по времени. Я ехал сейчас на обычный. Не, не обогнал. Вот. Сейчас именно уже все. Вот кто первый, тот первый. Ваша задача просто доехать до меня. Там я вас уже выставлю на стартовую сетку. А, ну круг должен проехать? Почти круг, да. Мы проезжаем полностью. Можете резину погреть лево-право, рульом поделать. А, это имеет смысл? Резину погреть, конечно, имеет. Проезжай вперед, стоишь лево-ряд. Артем, у тебя встретит. Блин, прикольного ссыла и соревнования. Прямо вообще. Квалификацию прошли, теперь реально едем. Вообще ништяк. Главное, чтобы не развернуло. Так, все, ну мой золотистый. Блин, ну на самом деле, видите, я на время привод больше ехать. Сейчас интересно, конечно, получится. Ну, поехали. Ого, красиво. Красиво. Ау, блядь. Ау, блядь. Ни хуя тебе. Минус один. Минус один, так, все, не свисту. Алхелит, ну, блядь, 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 блядь. Я еду максимально, спокойно. Я один, я один, все, никого нет со мной. Так, я могу расслабиться и ехать на время. Не, вы видели, как Лёня меня обогнал на эту платку? Значит, все-таки быстрее реально, что ли, или что? Блядь. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Девочка и Славон последний DimaTorzok Так, друзья, короче, Леня проехал 51-400 с чем-то, он улучшил время, у него лучше время, чем тогда, когда я ездил на этом, еще в самом начале. У меня сейчас шанс либо улучшить, либо не улучшить, как получится. Да, 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 да. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Но влог продолжается, и сейчас наступает тот самый момент, который, ну, я лично ждал, наверное, сколько, две недели, получается, потому что я планировал это сделать еще в новогоднем влоге, я думаю, сейчас многие понимают, о чем речь, и многие уже видели меня, потому что, ну, а как иначе, я там какие-то игровые видео записывал в таком виде. В общем, друзья, сегодня 13 января, и на этом мы закончим влог, ну, не сейчас, а когда я немножко изменю свой внешний вид. Дело в том, что я нашел, записался вот на 13 число, и мы сейчас едем с Олей менять мой облик, и из волосатого домовенка я стану Лил Булкиным или Морген Бул, ну, Морген Бул, короче, каким-то рэпером, судя по всему. Ну, это, кстати, вот ваше было, я увидел это очень много комментариев на этот счет Телеграме, я такой думаю, блин, я же все-таки, ну, иногда коренжатина меня попахивает, и мне как бы не западло там что-то с собой сделать такое угарное, и что ради прикола запомнится за то, что своей гадой я там какую-то херню сделал, потому что вряд ли я в осознанном каком-то состоянии бы это сделал когда-либо. Да, да, получается, я же не в осознанном состоянии это сделал, но я имею в виду это, ну, что, типа, я так просто сам бы никогда не захотел, а тут как бы увидел, и, вы знаете, я прислушиваюсь часто к своей аудитории, и поэтому, почему бы нет. Короче, мы едем плести косы, вот из этого всего должны получиться красные, такие бордовые косы, я не знаю, как они называют, но это не дреды, это именно вот косички получаются. Я примерно обрисовал, я нашел вот еле-еле там с кем можно просто, ну, знаете, одно дело там, алло, там, здрасте, а можно там вот это все, я как бы нашел, там, вот списали, все объяснил, плюс-минус, меня вроде поняли, поэтому меня пугают только две вещи. Первая вещь, это то, что по времени это займет около шести часов, мне придется сидеть сейчас и как бы придется терпеть просто. А почему терпеть? Потому что, во-вторых, я, по крайней мере, прочитал, что это больнее, чем бить тату, я не знаю, кто-то об этом писал, и как бы мне это запомнилось, не знаю, я с вами поделюсь впечатлениями, и, соответственно, вы сегодня увидите процесс, вы сегодня увидите мои первые эмоции и вообще вот первые ощущения какие-то. Так что едем плести косы, я планирую это сделать дня на три, там, тире пять, то есть, ну, естественно, потом все это расплетается и все возвращается. Да, эксперименты, короче, уже были, мы там сейчас найдем видео, фото, что осталось, так скажем, я тоже там на три дня свою лысину покрасил, вот, а тут, ну, как бы хорошо, что не крашу с той стороны, то есть, это все снимается в любой момент, вот, посмотрим, но я думаю, что, конечно, на три, там, пять дней не буду же так все время ходить. Я пока не представляю, как это будет выглядеть, как много будет этих кос, какой они будут длины, все это будет вот сейчас по факту. Главное, что максимально трешово, вот, чтобы запомнилось, ну, раз уж делает, значит, делает на всю катушку. Поэтому, друзья, поддержите лайком, вот такой вот, видите, шаг, не знаю, эксперименты, это всегда прикольно. Потом, может, я, знаешь, сейчас косами похожу, только пойму, что, например, а вдруг мне вот захочется постричься, например, хотя уже вроде такая длина. Кстати, вот насчет волос тоже сейчас быстренько проговорим. У меня сейчас, в принципе, наверное, рекордная уже длина волос у меня, то есть, было до этого в 14-м году, сейчас какую-нибудь фотографию найдем, где я был волосатый. У меня вот тоже были они там по плечи, а сейчас уже получается я сколько, получается, в марте 21-го будет два года. Но при этом я пока сбривал, у меня было Эракез же летом 21-го, вот, ну, то есть, у меня все, что здесь сбоку, это с июня 21-го, а то, что наверху, это марта 21-го. То есть, вот такая длина у меня отросла, такой эксперимент я провел. Вот, не знаю, пока, конечно, ну, когда уже столько времени потратил, почти два года даже, больше скоро там будет, да, хочется уже, уже, уже смысл. Кстати, мы же с тобой хотели что-то тоже придумать с твоими волосами, кудряшки сделать. Да, еще я кудряшки хочу попробовать сделать, поэтому еще эксперименты будут, а потом, как я пойму, что у меня прям длина пипец какая, и типа это все вот, я это сделал, в своей жизни поставил галочку, уже потом можно будет что-то на постоянку придумать. Ладно, все, едем плести в гос. Просто, ребята, сейчас, вот это сотка, вот это владелец сотки. Ну, слушай, не знаю, непривычно, но вроде прикольно. Я не знаю. А тебе как? Мне кажется, для меня лично, ну, типа, я понимаю, что есть стили, типа, там, девочки многие ходят так, и пацаны. Ну, просто, в моем случае, мне кажется, это максимальный просто потолок кринжа, который можно было придумать. Ребят, ну, вы знаете, как бы, кринж, человек кринжатина, это я, поэтому сейчас, короче, прокомментирую. Давайте сядем. В общем, сейчас сделали хвост, потому что в распущенном состоянии это выглядит вот так, ну, там, посняли. Они немножко, ну, мягко говоря, мешаются, потому что тут просто как будто макаронины висят, и ничего не понятно. Мне почему-то сейчас в таком виде стыдно сидеть в этом автомобиле. Я не знаю даже в чем это. Ну, что за сезон. В любом другом, ну, сотка прямо у меня немножко это. Ребят, ну, я надеюсь, что все понимают, что я по приколу, конечно, и я думаю, что просто сейчас какие-нибудь видосики там и игровые в том числе поснимаю. Для меня это будет просто то, что вот я буду знать, что это я сделал. Я могу сказать так, для меня лично, ну, вот, как бы, я говорил сто раз, да, что мне либо лысым, либо волосатым, вот таким, типа, помш-луком, но вот это что-то такое непонятное для меня. Короче, не знаю, я дня на три, на четыре, я думаю, что все это дело. Вот, но сейчас, конечно, вот хотя бы с хвостом удобно, там просто этих волос до хрена. Ну, короче, как это устроено, чтобы вы понимали, это все мои волосы остались, они сплетаются и соединяются с вот такой вот штукой. Мы там все посняли, да. Да, надеюсь, у нас получилось все поснять. А так, на самом деле, ну, вот, девочки у них в студии все сделали, классно. Ну, единственное, только, конечно, очень долго, ну, так оно все, я так понимаю, и происходит. Мы в три приехали, ну, в три пятнадцать, сейчас время десять-тридцать, друзья. То есть, получается, сколько? Семь часов. Семь часов, ну, конечно, я там вставал, разминался, но семь часов это вот с моими конкретно волосами заняло. Прикольно, доверяю. Чего, включи давай рыбчик. Я даже не знаю, на самом деле, вот я сейчас когда заплел, я понимаю, что тут больше такое, наверное, какой-то регги, мне кажется даже, а не рэп. Что-то такое вот непонятное, короче, вот что-то между, между, короче, рэпом, эмо, каким-нибудь, не знаю, хип-хопом, хиппи. Вот все, мне кажется, вот что-то такое, но не знаю, не скажу, что это прям, наверное, рэперская тема. Хотя я вообще далек от этого. Еще раз говорю, мне либо лысому, либо волосатому. Я вообще думаю, друзья, что у нас в этот влог мы его точно, я же успею еще раз, мы вообще снимем, как это все расплетается, потому что мы решили, что Оля меня расплетет. Это, в принципе, несложно. И покажем вам, что там вообще. Вот, поэтому в этом же видосе мы все это дело снимем. Ну, а, кстати, можно сейчас эту реакцию Паши снять. А, да, мы сейчас, короче, с Пашей увидимся, но я ему сказал, что я какие-то посты делаю, а вот как это будет выглядеть, сейчас, короче, снимем его реакцию. Я думаю, что он скажет для приличия прикольно. Ну да, 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 да. Он все так и будет, говорит, что это, да мне кажется, никто не скажет. Ребят, ну вы честно пишите, потому что мне просто, ну, конечно, я бы так, ну, не оставил бы. Потому что это просто не мой стиль. Может быть, в этом-то ничего такого-то и нет, каждому свое, как говорится. Вот, но это не мой стиль. Ладно, все, короче, пристегиваемся. Пойди кушай, пожалуйста. Да, мы очень голодные, едем кушать. Мне просто интересно твоя первая реакция за эту самую. Что скажешь? Как бы там включать телефон. Вот так вот, здорово. Что-то похож на рейперы. Тебе пришло в солярию походить и вообще увидеть. Короче, мне просто показалось, что ты какой-то больше регги, я не знаю, получился. Нет, прям, это не получилось. Да, я думаю, что они будут дороже, они прям здесь. Ну, это вот, да, если их распустить, они прям, ну, такие. О, спасибо. Что, можно распаковать сразу? Нет, очень. А, нифига. Подожди, это уже интересно. Нет, это уже, да, я порвал. Сразу. Так, ну что, приоткроем? Давай. Цвет не тот, говоришь? А, ты не с той стороны, да? Нет, ты что, хотел сказать, я наверняка открою не той стороной. Калуру. Не больше всего цвет. А, нифига. Там, по-моему, зеркала складываются, даже панорама открывается. На самом деле, ну, кто еще подписан с того времени, когда у меня была РСК, я на самом деле больше всего мне нравится именно темно-синий цвет, и я свое время искал именно темно-синий РСК. Да. У меня просто так получилось, что вот вся коллекция, она как-то сама собирается, вот друзья дарят, Оля дарит, кто-то из команды дарит. Все, теперь точно нам надо шкаф покупать для моделек. Короче, приехали к деду, я пока еще в таком виде, решили заснять его реакцию. Что за машину скажешь? Он в шоке будет. Смотри. Вот это да! Потрогай, да! Потрогай. А длина даже осталась? Нет, конечно. Так это все твои ужасы, что ли? Нет, нет, это эти, племи. Я решил твою реакцию заснять. Ну да-да-да! А когда их если распустить, там вообще ужас. А что, как в шоке ужас? Ну там они прям висят. Ну сейчас, я тебе... Давай, посмотри. Что скажешь? Вкратце. Вкратце. Да и так неожиданно вообще. А? Привет. А как это будет? Подожди, Саш, это твои волосы? Ну нет, вплетенные. Это подарок деду мне на день рождения, виниловый проигрыватель. И вот еще... Ну это давно ты еще покупал, да? Где-то нашел. Я, кстати, не тебя его купал. Коллекционное издание, вот. А теперь у меня будет еще и проигрыватель. Сейчас подключим, послушаем. И еще это самое. Он с историей, он какой-то необычный проигрыватель. Он необычен чем этот проигрыватель? Этот проигрыватель, вот упаковка. Вот здесь. Это совимпорт, это из Советского Союза. Магазин «Березка» продавал за специальные рубли. И не все могли купить, только те, кто... Так это с того времени еще? Это он с того времени у человека лежал. Это с какого года примерно? А вот здесь написано и даты, все есть. Да ладно, ну ты примерно, хотя вопрос скажи. Это 70-е годы где-то? Да, это 70-е годы. Ну вот, наверное, 74, это и есть название. А он новый вообще, представляешь, Саша? Он вообще, никто в нем не играл. Значит, я хочу сразу вас обратить внимание. Вот здесь вот эта вот игла, которая там вставлена снизу. Это очень аккуратно с ней обращаться. Потому что, ну здесь все эксклюзивное. То есть, значит, придется менять шелу, все, вот ее на место поставишь. У него еще даже вот эта штука, вот, раньше же это делалось, вот специальное заземление, чтобы статика не накачивалась, ну в смысле не насобиралась, специально заземление. Ну вот эти колокольчики. Да, я сейчас вам подключу и покажу. То есть, моя задача здесь была самая простая. Я ее распаковал, пыль продул, протер и все, и ничего, то есть он как лежал в упаковке, так и был в упаковке. Ну классно. Идеально. Так, значит, вот это мы все подсоединили, вот этот тумблер специально, да, для этого, для проигрывателя. Включают устройство, которое в проигрывателе. Доставь что-нибудь любое. Не, я хочу это найти. Кого? Сейчас, вот, восьмая вещь. Вивокальма? Нет. А, буду там? Да. А вот эта сама штука, допустим, если сюда какая-то пыль, не пыль, ну понимаешь, что она закрыта? Ну протерете, да, я вам тут положил тряпочку, там вам это. Ну ее можно протирать, да? Да, и пластинку можно протирать. Вот берешь этой самой вот тряпочкой, и если пыль накопилась, так вот ее, вон видишь пыль, вот, и ее убираешь, и все. Только жирными руками желательно не трогать. Ага. И же сам убирает. Почему? Сам убирает он. А почему убирает? Ну вот я это самое неправильно сделал. Ага. Вот, видишь, я сейчас нажал. Ага. Прикольно. Прикольно. Спасибо. До свидания, малыш. Буду там. Друзья, еще вот такие штучки всякие нахожу периодически, когда к бабушке с дедом домой приезжаю. Это, короче, ну, наверное, очень мало кто вспомнит и поймет, что тут описано и что тут изображено. Ну, точнее, тут изображен я. Это, скорее всего, какое-то просто... Я, честно, даже не помню, наверное, с какой-то сходки в 2013 году. Ну, га, вот. Всякие такие артефакты, так скажем, у меня есть. Если хотите, как-нибудь для супер, так скажем, старичков, кто подписан там на меня уже почти 10 лет или, может быть, плюс-минус столько, можно поискать всякие такие штучки со сходок и так далее, что вот у меня тут, так скажем, в доме у родителей осталось. Прикольно. Прикиньте, уже 10 лет. Вот этой фотографии летом будет 10 лет. Это 13-й год. Это вот январь 14-го, то есть почти, ну, 9 уже. Охренеть, время летит, конечно. Ну, давайте реакцию, что ли, туда застеги. На мой пиздец. Только они все сложные. Ты там пиздец, я сейчас распущу, если... Во-первых, они уже вонять начали на третий день, блядь, я не знаю. Ты мыл? Нет, их нельзя мыть. Их надо, типа, ну, промываешь, только вот тут, вот, короче, если ты их оставляешь, я не знаю, как люди ходят. Может, в стиралку, да? Меня? С головы. Короче, ладно. Я не знаю, я уже привык просто. Я просто гидрою. Ну, доминик, да. Привет. 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 А, нихуя, я только сейчас понял, что происходит. Ну, что, дорогие друзья, я думаю, что пришла пора вот это все снимать. В общем, сколько, 4 дня, насколько я помню, запомнил. Ну, как 4 дня прошло. Я, честно, уже и успел вроде привыкнуть, и вроде как уже устал, потому что очень хочется уже помыть нормально, полноценно голову. И вот тот дискомфорт, который был поначалу, он, конечно, уже прошел, то есть нет такого ощущения, что когда мне там какой-то шлем болтается, я уже привык и спал, в принципе, даже нормально, что ты всей хренью. Конечно, я в основном завязывал хвостик, Оля меня завязывала, вот, а так либо вот распускал и вот так вот, короче, вот так наушники сверху, чтобы это все было. Ну, короче, такой интересный опыт, но пора прощаться. Самое интересное, это то, как сейчас будет выглядеть моя голова, я думаю, что она будет выглядеть крайне ужасно, а самое главное, что волосы, по идее, должны быть кучерявыми. И вот кто заплетал, сказали нам, что надо будет сначала, получается, вот все это снять, после этого расчесать и потом уже мыть голову. Я, короче, не знаю, боюсь представить, но сейчас, скорее всего, вы увидите кудрявого булкина. Так, ну что, дорогие друзья, вы готовы? В общем, выглядит все это вот так вот. И самый прикол, что, на самом деле, если, когда я делал, ну, вот это вот, то, что у меня сейчас было, там, кстати, два часа почти, мы, ну, Оля распутывала все это, надо было каждую резинку, то есть их было сто штук. Около двух часов это все заняло, и, короче, если то было больше по приколу, потому что, опять же, многие там в телеграм-канале просили, я такой, типа, ну, почему нет, почему не поэкспериментировать, тем более это же не состричь, там, не сбрить, это просто, типа, ну, сделать что-то такое, да, временное. То вот сейчас вот, типа, кудри я впервые у себя увидел на голове, просто потому что произошла завивка, да, из-за того, что накручивали каждую косу. Короче, мне вот это больше нравится, я, на самом деле, хотел попробовать, в моем случае у меня прямые волосы, у меня, как бы, так вот пошло от родителей, что у меня, вот, ну, вы знаете, вот, типа, они пошли, вот, типа, ну, такие, ну, вы знаете, как у меня длинные волосы выглядят, они еще мне, к сожалению, быстро пачкаются, тем более, если я записываю видео, у меня буквально через два видоса складывается ощущение, что волосы не мыты месяц, я думаю, что кто-то обращал внимание, вот, и в этом есть проблема, даже если мыть там голову каждый день, все равно они какие-то у меня, ну, мне не особо нравятся, вот, как длинные, а вот, типа, в таком виде, это, кстати, я не мыл голову, это вот только мы распутали, то есть, она же не выглядит, как будто, типа, грязная, это, по сути, я сколько, три или четыре дня, типа, не мыл, ну, не мыл голову. Короче, я вот думаю, чтобы сейчас, ну, короче, попробую сейчас, наверное, поспать так, даже несмотря на то, что хочется очень сильно помыть голову, я хочу... Ну, вообще, сказали, нужно речесать сразу, потому что они запутаются. Короче, я рискну, да, я не знаю, что будет завтра, я хочу рискнуть поспать так, пишу видос, посмотрим, понятно, что надо будет выпрямить, там, да, вычесать, все помыть, но в целом, по-моему, прикольно. Ну, типа, вот это мне нравится намного больше, чем то, что у меня было, естественно, это было просто по приколу. Ну, что, дорогие друзья, могу сказать, сейчас, конкретно сейчас, 2 февраля, немножко мы запозднили этот влог, припозднили, как правильно сказать, я хочу за это сразу извиниться, просто было очень много монтажа у всех, причем, то есть у меня есть отдельно, соответственно, кто монтирует на Bullken Drive, там вообще постоянно какой-то монтаж происходит, а, соответственно, Ярик очень много монтировал игровых видео, и, там, опять же, там, неделька GTA 5 RP, еще что-то, еще что-то всегда, и хотелось сделать, конечно, нормально, да, то есть материала было очень много, с того же картинга и все вот это вот, чтобы это порезать, там, ну, красивенько, короче, вот, поэтому такая ситуация, ну, друзья, простите, реально, ну, лучше, наверное, поздно, чем никогда, даже вечерами задумывался, ну, может, уже не выпускать, потому что же никого не интересно, но традицию нарушать не стоит, я считаю, и тем более вы в телеге моей сказали, что, Сань, конечно, мы ждем влог, поэтому, друзья, он выходит, там, скорее всего, там, 3-го, 4-го февраля, огромное спасибо, друзья, за просмотр, сочный влог, примерно так я встретил свой день рождения, кайфово покатались, эксперимент с прической, в общем-то, который я теперь уже знаю, как вы оценили, многие посмеялись, ну, собственно, для этого, конечно, я, прежде всего, все это и делал. Друзья, огромное спасибо за просмотр, оценивайте видосик, подписывайтесь на канал, ставьте впервые, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать следующие серии, оставляйте ваши комментарии, до новых встреч, надо не забрасывать Булкин Дэйс, и в ближайшее время ждите новый влог. А так, вообще, Булкин Драйв есть канал, на котором выходят автовлоги, видосы с тачками, и поэтому, если вы вдруг еще не подписаны, то подпишитесь, там лайв-контента, конечно, больше намного. До новых встреч, пока-пока.